всем привет с вами йорн и сегодня дорогие друзья на тестовом сервере прилетел снова дирижабль во вкладку ренхар утраченные сиделы при том что никакого анонса данного события не было в виде письма просто запустили все и типа вы знаете что здесь делать но тот кто не знает и играет только только с нуля посмотрите это видео до конца во первых данное событие будет идти 10 дней а полноценно получать и там и на покупку вот этих вот разных наград которого здесь внизу в списке указаны вы будете в течение 8 дней и того каждый день вы будете проводить 6 битв за каждую битву вы будете получать определенное количество сидел всего 5 так как ваши герои в команде 5 изначально выберите определенную награду это может быть герой свитки кристаллы это очень важно потому что если вы будете биться просто в разлобой какими-то героями в конце вы не возьмете нужную награду сейчас у меня стоит четыре героя фракции дикарей и один герой фракции носителей света это количество сидел в которые я получу определенной фракции указано под полем боя все вы можете посмотреть вот именно вот здесь все вы провели 6 попыток выиграли и получили 30 сидел 5 у 6 30 8 дней будет идти каждый день по тридцатке 30 умножаем на 8 всего 240 сидел помимо этого конечно в этом разработчики себя не ограничили они запустили еще и дополнительные паки какие купеческом корабле есть паки вот 75 рублей до трехсот восьмидесяти девяти и количество определенная вот этих вот коробок в которых как раз таки находятся эти сиделы вы будете получать за донат есть еще более так скажем дорогие предложения от двух тысяч до восьми и тут все зависит от ширины вашего кармана я не призываю донатить но если вы хотите взять полноценное большое количество героев вы можете задонатить и взять вот эти вот коробки и если допустим у вас 240 сидел в течение 8 дней вы набираете но полноценно чтобы взять одного героя надо 150 сидел остается еще сколько 90 правильно дорогие друзья и где еще взять 60 сидел чтобы взять еще одного второго героя во первых вы можете в течение 10 дней покупать каждый день по 75 рублей одну вот эту вот коробку ну или как это предложение и будет получаться у вас пять коробок 10 на 5 это 50 и того 240 плюс 50 это 290 и допустим купить еще один дополнительный пак за 389 рублей и тогда у вас уже будет полноценно 300 коробок сиделами это конечно тысяча восемьдесят девять рублей но вы получаете дополнительного героя которого возможно вам будет не хватать я сначала задумался о покупке этих коробок и в течение этого дня буду наверное думать еще стоит ли мне это делать на тестовом сервере или все-таки я уже к этому наверно присмотрюсь на своем основном аккаунте поэтому еще пока не решил ну информацию я в сообществе своего канала напишу буду я эти коробки покупать или нет в общем таким образом вы можете докупить вот эти вот 60 сигилов и взять соответственно еще одного второго героя а если вы не хотите соответственно брать то можете взять на сдачу каких-то других наград и во первых что это это простые свитки фракционные свитки и темы на прокачку персонального артефакта появляются только у тех игроков у которых есть хотя бы один герой мифического уровня возвышения со 161 уровня ну допустим по примеру покажу вот брутус красный мифик плюс и у него открыт персональный артефакт и как раз такие вот эти вот и там и и нужны на прокачку персонального артефакта до плюс 10 фиолетовые от плюс 10 до плюс 20 легендарные и вот в этих сундучках также и там и в виде этих эмблем на прокачку от плюс 20 до плюс 30 а у более крутых героев это типа как небесные и канализационные этих итомов надо гораздо больше потому что у них персональный артефакт качается на плюс 40 в отличие от простых фракций дикарей могил рожденных носителей света и громил в общем здесь все понятно по поводу героев во первых какие здесь герои представлены в этот раз рован очень крутой герой поддержки из фракции носителей света топовые у него просто персональный артефакт он мне очень сильно нравится герой занимает топ-1 топ-2 место потому что он больше является героем ротации конечно если вы играете через фракцию носители света то рован обязательно должен быть вашей команде а если вы играете через солянку 3 плюс 2 или 3 плюс 2 героя из разных фракций то в принципе вы можете ровно иногда ставить когда проходите какие-то определенные этапы главкомпании но еще раз повторюсь рован у многих игроков занимает основное место в мейн пачке поэтому если не хватает копированный вы его собираете обязательно берите очень крутой хасас последнее время меня просто завалили все вопросами по поводу того является ли хасас топовым героем но есть просто коллеги по цеху которые снимают также гайды про данного героя говорят что он топовый что типа есть какие-то мега крутые игроки которые играют через хасаса прям в основной мейн пачки я в это не верю потому что вот с многочисленным количеством игроков топовых я разговаривал хасаса используют ну только в конкретных случаях при прохождении каких-то этапов главкомпании но полноценно через него никто не играет не знаю откуда такая инфа еще пока ни одного видео не увидел чтобы этот герой как-то жестко тащил тази и тази на основном аккаунте я тоже буду брать потому что мне не хватает двух копий как раз таки почему я задумался вложить деньги на покупку второго героя до возвышения вот прям вообще не падают вообще никак потому что ульмусы падают сейрусы падают эйроны падают я уже полноценно этих героев могу собрать до возвышенных а вот тази вообще не падает этот топовый контроль всей игры и многие этапы главкомпании с помощью тази проходятся просто на изи если собираете обязательно уберите этого героя и фиррель это очень универсальный герой из фракции могил рожденных и скажу честно мне кажется это топовый лавкач из этой фракции понятно что баден и кильтур не хуже но фиррель он более универсален во всех аспектах игры и если вы его собираете вы не пожалеете просто крутой а у многих топовых игроков фиррель еще является основным дамагером ну и соответственно эмблемы вы также можете менять на кристаллы если у вас какие-то эмблемы останутся поменяйте обязательно на кристалл и вот эти вот коробки которые если вы будете покупать за донат их не обязательно открывать чтобы вытаскивать эмблемы а вы просто можете коробки поменять сразу на кристалл вот такие вот награды в этот раз я считаю что по героям здесь просто вообще сказка в этот раз нету ненужных героев но единственное подспорье это все-таки хасос не знаю не нравится он мне и многие игроки также эту инфу отмечают вот такое вот событие надеюсь информация вам зашла обязательно ставьте лайки за оперативность если нужен разбор аккаунта вся информация в описании этого видео также ссылка на эмулятор bluestacks если вы хотите играть на компьютере через него гораздо удобней и вообще есть также все мои контакты пишите все обсудим всем пока пока увидимся в следующем видео а